Всем здрасте, дамы и господа, с вами снова Константин Калуцкий. Сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с московским «Спартаком». Как известно, красно-белые сейчас очень серьезные деньги выделяют на усиление. Есть слухи про 20 миллионов евро на зимнее трансферное окно. Некоторые вообще говорят о тридцатке. У них появился серьезный все-таки спортивный директор Эшворд. И сейчас, когда у команды есть шанс побороться за чемпионство с «Зенитом», они идут на втором месте, «Зенит» в принципе недалеко. И если укрепиться, если усилиться, ну почему бы и не бросить вызов доминированию Питера. Вот сейчас, как мне кажется, действительно самое время укрепляться, покупать классных игроков и биться за золотые медали. Да, это будет тяжело, но эта задача вполне реальная. Если Абаскаль, который очень неплохую атаку выстроил в первом круге, получит еще и классных защитников. И сейчас, конечно, больше всего разговоров о том, что Спартак купит то центрального футболиста обороны, то правого, то левого. Про левых защитников тоже много слухов, потому что Рыбус не особо впечатляет. Классен, если и впечатляет, то почему-то справа, то есть игрок, казалось бы, брался как левый защитник, но справа играет лучше. А остальные футболисты, ну, вообще, как говорится, мимо кассы. И поэтому выходит, что Холусевич, ну, фактически без альтернативы на свои позиции. И поэтому появляются определенные сообщения, что левый защитник – это тоже позиция, которую Спартак хочет укрепить. И вот появляются слухи о том, что могут красно-белые купить Роджерио. Ну, или Роджерио, там очень много разных вариантов произношения, потому что он бразилец, выступающий в Италии, а там серьезные языковые корреляции. Но так или иначе, это основной левый защитник Сосуола. Команды, которые нам прекрасно известны, очень крепкого итальянского коллектива, который сейчас, судя по слухам, может отправиться в Спартак. И это, конечно, в каком-то смысле звучит слишком даже круто, учитывая то, что к нам вообще очень редко сейчас едут качественные легионеры, а тут футболист, который уже несколько лет является основным в крепкой итальянской команде. Неужели это возможно? Неужели Роджерио к нам перейдет? Ну, давайте это обсудим. Друзья, хотел сообщить вам, что в Телеграме открылся новый канал, посвященный беттингу. Утка Геймс. Причем этот канал был создан пятью крупными YouTube-блогерами, которые решили объединить свои усилия для того, чтобы создать этот проект. Там очень внимательно подходят к делу, разбирают матчи досконально и предлагают самые выгодные варианты для того, чтобы сделать ставку. Там делается упор на бесплатные прогнозы, которые регулярно заходят и приносят всем прибыль. Так что переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на Телеграм-канал Утка Геймс и следите за их обновлением. Рожарио сам по себе достаточно интересный персонаж, и он уже давно считается мега талантливым и мега перспективным. Проблема в том, что выйти за пределы этого определения он так и не смог к своим 24 годам. До сих пор считается молодым и перспективным. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Но начало его карьеры было действительно очень крутое. Им интересовались практически все топовые клубы Европы. В итоге он оказался в Ювентусе, выступал за Примаверу, за молодежку туинцев, выступал за молодежную сборную Бразилии, там был тоже на хорошем счету. Многие воспринимали его как потенциальную замену для тогда уже стареющего Эвра. Ну и потенциального конкурента для Алекса Сандро, что вот есть основной уже готовый суперзвездный бразильский защитник Сандро. А будет еще вот такой перспективный паренек на подмену. Не получилось. Не получилось, и тут много причин. Во-первых, конечно же, то, что Рожерио оказался травмоопасным футболистом. Был у него много повреждений, много раз он вылетал на месяц, на два, а был как-то момент, что он выбыл на полгода. Это первая причина. Вторая причина – это то, что он оказался буквально замкнут между двумя командами, между Сесуолу и Ювентусом. То есть он долгое время принадлежал Ювентусу, отдавался на правах аренды в Сесуолу, мотался между молодежными командами, и в результате весь его футбольный путь он был вот таким, подвешенным. В какой-то момент Сесуолу его выкупил за, в общем-то, небольшие деньги, там около 7 миллионов, но, короче, не те деньги, которые когда-то фигурировали вокруг этого футболиста, потому что считалось, что это будущая суперзвезда, и его покупать только миллионов за 40-50. Но он вот застрял в Сесуолу и провел там, получается, уже 6 сезонов. Тоже неплохо. Крепкая итальянская команда, в Еврокубках выступала и так далее. Но это не то, что ожидалось от Рожерио, когда он переходил в Европу, когда он оказался в Ювентусе, но считалось, что это прям будущая суперзвезда, а тут на тебе. Ну, вот такое тоже бывает. С другой стороны, если говорить о России, то как раз для нашего чемпионата этот парень может стать именно что суперзвездой. Для нашей лиги переезд основного футболиста из крепкой команды серии А это, конечно, событие. Ну и поэтому Рожерио, ему 24 года. Да, возможно, он уже упустил вот этот шанс стать футболистом топовой команды. Но в России он по-прежнему может получить хорошие деньги. Я думаю, что зарплата в Спартаке, если он перейдет в красно-белый клуб, у него точно будет больше, чем в Сесуолу. И получить свою, так скажем, минуту слабы. Поэтому Рожерио, в принципе, может быть мотивирован для того, чтобы перейти в Спартак. Здесь очень похожая ситуация с другим легионером, который вроде как может оказаться в красно-белом клубе, с Максимовичем и с Хитафи. То есть игрок в какой-то момент мог перейти в топовую команду. Были слухи, что он станет звездой. И в какой-то момент он был действительно на определенном пике, а дальше развитие застопорилось, и вот он в середнике. Из Италии, Сесуолу, или из Испании, Хитафи. И вот эти парни, Рожерио и Максимович, получается, уже и в топовый клуб не перейдут. И денег не смогут заработать столько же, сколько в России. Потому что в Италии, в середняках и в Испании платят не так много, как в Спартаке. Плюс еще и налоги охреневшие. И поэтому, знаете, в какой-то момент они могут сделать вывод, пора ехать на заработки. И в Российскую Лигу отправляются. В конце концов, и для сербы, и для бразильца это вполне себе нормальный вариант для продолжения карьеры. Так что в данной ситуации у Рожерио может появиться определенная мотивация для того, чтобы отправиться в Спартак. Ну и у клуба, у Сесуола тоже может появиться свое желание, так скажем, избавиться от игрока. Потому что сильнее как-то кардинально он уже не станет. 24 года, много травм и так далее. На уровне итальянской серии, а это в лучшем случае крепкий и неплохой футболист. При этом травмоопасный. Лучше, лучше там довериться другому игроку. Помоложе, может поперспективнее. А этого продать пока есть шанс. Пока есть шанс, ключевая фраза. Потому что контракт у Рожерио истекает через полтора года. И сами понимаете. Не продашь сейчас, но через полгода, следующим летом, он будет стоить уже дешевле. Через год, то есть в следующее зимнее трансферное окно, когда у Рожерио будет полгода всего по контракту, он вообще будет стоить копейки. А дальше он уйдет бесплатно. Поэтому хотите отбить те деньги, которые вы потратили на его подписание из Ювентуса? Ну отдавайте сейчас. Тем более, Спартак, ну учитывая то, что деньги там худо-бедно появились у клуба с Лукоилом, и вроде как Лукоил готов все-таки выделять средства на усиление, в отличие от первых месяцев, когда Лукоил осторожничал, ну возможно удастся отбить ту сумму, которая была вложена в подписание Рожерио. А может быть и немножко наварится сверху. Ну тут как договорятся. Нужно смотреть по ситуации и следить за новостями. Касаемо игровых качеств, если уже сосредоточиться на самом футболисте Рожерио, это прям классический бразильский крайний защитник. То есть паренек, который подключается в атаку, летит туда сломя голову, создает напряжение у ворот соперника и у своих ворот тоже. То есть в нападении он эффективен, скоростной игрок, темповой, навесы, прострелы, но в обороне часто теряет позицию. То есть такая вот альтернатива для Айротона, который как раз на днях был официально продан в Бразилию. И вот здесь, в принципе, может получиться просто размен. Айротон уехал, приехал новый бразилец. Ну вот как-то так. При этом Рожерио, ну возможно он будет даже поинтереснее Айротона в некоторых моментах. У него очень качественная скорость, при этом многие обращают внимание на то, что он именно хорошо ей пользуется. То есть идет в обводку, прокидывает мяч и так далее. То есть это не скорость ради скорости, это скорость такая максимально эффективная и толковая. Потому что Айротона многие критиковали, что, дескать, да, создает движуху, создает активность. Но вот с голевыми передачами у него не очень, не так их много и далее по списку. А вот если посмотреть на Рожерио, ну три голевых пасса за первые полугодия в серии А. Согласитесь, неплохо. И это в итальянском первенстве. А в России, где соперники не такие крепкие, может быть побольше тех самых голевых передач и всего остального. При этом, что удивляет Рожерио, будучи достаточно атакующим крайним защитником, имеет достаточно приличный процент брака, там около пятнашки. Учитывая, опять же, то, сколько он выполняет навесов, прострелов и так далее, статистика более чем приличная. То есть ошибок в передачах не так много. В чем, опять же, периодически обвиняли Айртона. Касательно обороны, да, здесь могут быть проблемы, потому что статистика его оборонительная по отборам и перехватам от Кровенга не впечатляет. Ну и вообще, как я уже отметил, он больше думает зачастую об атаке, чем об обороне. Ну и, кстати, что характерно, зачастую его использовали как латераля, а не крайнего защитника. То есть он появлялся в схеме с тремя центральными футболистами обороны, где больше подстраховки и больше возможностей подключаться вперед. То есть это такой вот максимально атакующий краек, который периодически может забыть про свою позицию. И поэтому здесь очень важно, чтобы была надежная подстраховка. С другой стороны, Джики на позиции лево-центрального в Спартаке, наверное, уже привык, что рядом с ним играют активные краяки вроде Айртона, Хлусевича, которых постоянно нужно так или иначе страховать. Поэтому, возможно, Георгию не привыкать уже выполнять этот функционал. И тут куда важнее, как Абаскаль сможет ввести в свою систему вот этого исполнителя, чтобы он был, скажем так, максимально встроенным, чтобы, когда он подключается вперед, за ним всегда была надежная подстраховка. Тогда, может быть, минусы Рожеева будут не так заметны в плане обороны, а атакующие навыки будут эффективны. При этом, кстати, что очень важно, Сосуоло — это команда, которая исторически в Италии, в общем-то, стремится играть в достаточно комбинационный футбол с большим процентом владения. Да, в последнее время эти традиции как-то пошатнулись, но мы помним сезоны, когда этот коллектив работал первым номером и при Дидзербе, и при других наставниках. И в принципе, в принципе, это плюс. Рожеева привык играть в той стилистике, когда команда именно что комбинирует, много владеет снарядом, ищет какие-то хитрые комбинации для того, чтобы вскрыть оборону соперника, то есть под так называемый «спартаковский футбол» он подходит хорошо. Так называемый — это, если что, без иронии, просто меня всегда удивляло, что у нас любой комбинационный стиль игры всегда автоматически записывали в «спартаковский» стиль. Ну да ладно, не суть важна. Важнее, что игрок действительно может подойти. И при этом он все еще относительно молод. Если перестанет травмироваться, то может еще долгое время служить верой и правдой «спартаку». То есть это не какой-то ситуативный вариант на пару сезонов. Он теоретически может стать вот таким достаточно стабильным вариантом. Тем более, что, как я уже сказал, свой шанс поиграть в топовом клубе европейском он, наверное, упустил. А такую зарплату, как в «спартаке», вряд ли он где-то еще получит. Короче, неплохой игрок, футболист со своими талантами, которые, да, полностью не раскрылись, уже, наверное, это можно констатировать, в 24 года. И стать европейского масштаба футболистом топовым он не смог, но в России у него еще будет возможность себя проявить. Касательно недостатков, ну, как я уже сказал, в обороне все не очень хорошо, скажем так, и его нужно будет постоянно страховать. Многих смущает, что у него не самые высокие показатели по количеству обводок в среднем за матч 0,7. То есть в плане техники, возможно, тот же самый Айртон был более хорош по статистике, скажем так, именно в плане дриблинга, именно в плане обводок. Но, как я уже отметил, Рожейо очень часто проходит соперников на рывке, именно за счет скорости, а не техники. Поэтому здесь, возможно, вопрос о функционале, а не о том, что у него там слабая техника. Может, он просто зачастую играет за счет других качеств, а техника у него тоже присутствует. Также у него маловато ударов по воротам и маловато забитых мячей. Нельзя сказать, что это какой-то принципиальный момент для крайнего защитника. Но вот он максимально не бьющий фуллбэк, то есть сместиться в центр, там нанести удар, это немножко не про него. Это тоже можно приписать к определенным минусам. Травматичность. Я уже предсказал, да, повреждений было много, в том числе и серьезные. Это может на нем сказаться. Ну и, не знаю, в качестве просто прикола, своеобразного. Можно очередной раз по... Можно процитировать Кавазашвили, который сказал, мол, я против перехода этого бразильца, потому что хочу, чтобы играли воспитанники Спартака. Ну, мало ли, может, это для кого-то еще, кроме Кавазашвили, принципиально, чтобы на позиции левого защитника в Спартаке играли местные воспитанники. Я почему про Кавазашвили вспомнил? Потому что, как известно, тут у нас кабинет или там этот совет ветеранов открывается в Спартаке, который, по заявлению самого Кавазашвили, будет давать советы об Аскале. Кого ставить в состав, кого не ставить. Вот, пожалуйста, очередной пример того, к чему все это может привести. К тому, что вместо подписания качественного бразильца из Италии, основного футболиста из итальянской серии, могут наиграть какого-нибудь очередного рассказа, потом молиться на то, что местный воспитанник сейчас вот покажет себя. Только дайте ему шанс, и как он заиграет. В общем, слава богу, что вроде как вот этот совет ветеранов останется чисто факультативной функцией, чисто для того, чтобы помочь бывшим игрокам, ветеранам и так далее. И вроде как не будет иметь никакого реального влияния на Абаскале и тренерский штаб. Иначе пипец будет.